О, мячка! Ааа! Что это такое? Аааа! Вот она! Чувствую. Мяка большая! Блин! Зачем? О! Такой! О! Вот она! В мешке! Белом! О, слишком. Я твоя дуя! Мячки в моем звезда! Разве много часа в квартире? Да, я так радуюсь, да. Ну что ж. Всем привет! 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 Вы сейчас на канале Rogue of Life, YouTube, и мы решили протестить новый вид влогов. Это будут обзоры наших селебрити. Так, на повестке дня сегодня премия РУ-ТВ. Я должен был представить моих сегодняшних гостей, возможно, постоянных соведущих этой рубрики. Георгий Карцев, стилист и основатель Skull, Skull, и основатель Skull, мы, собственно, здесь и базируемся, и Александр Иванов. Я решил, что он будет наша сумасшедшая белка из ледникового периода, которая будет время от времени что-то брякать, самое смешное, я уверен, что самые смешные фразы будут от Иванова. И еще я хочу познакомить вас с нашей подружкой, это кнопка No. Если что-то будет очень плохо... No, no, no! Вообще это уникально. С удовольствием. У меня в полном состоянии. I'm over-excited. В чем опасность того, что мы придумали? Мало того, что многих людей, кого мы будем обсуждать, вполне вероятно, мы знаем лично, но я предлагаю быть все-таки честными. Нам говняшка нужна. Да, ты ее так воровал? Мы чуть позже ее покажем. Мне хотелось бы, чтобы мы не просто всех, я хотел сказать, хуесосили. Хуесосили! Ну, короче, я хочу, чтобы мы не просто говорили да, 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 а чтобы мы еще и говорили что-то конкретное, что можно было бы поменять, что переделать. Как сделал бы я, возможно, как статировать. Короче, а, блядь, можем начать уже? Да. Итак, РУТВ. У нас на первом слайде представлены Виктория Даймяка со спутником. Спутникова тоже. Знаешь, вот Сергей Буниятов, он работает? Буниятоа. Сразу признаю, что мне сейчас максимально дискомфортно, потому что Вика одет в костюм моего бренда. Это костюм говно. Это дворя. В общем, на Вике костюм бренда Александр Рогов. Гош, скажу, что думаешь ты, потом скажу, что думаю я. Я, к сожалению, не очень доволен длинной брюк. Ну это шоурумное образец, его нельзя ушить, подшить и исправить. Знаешь, шоурумное, а здесь не написано, что шоурумное образец. Вот она взяла его в костюм, он на ней. Никто ничего не знает, какой дизайнер. Костюм супер, костюм вообще супер. Ну что вот внутри такое, в тучку. Мини-корсетик, зад и наперёк. Короче, я считаю, формат зашёл. Я рад, что Вика Абула, дайте сказать. Достаточно простой обувь, несмотря на то, что это не самая моя любимая модель обуви. От Кристиан Глобутан. А вот это же, это же, они ссовывали. Нет, мы просто дали костюм. А, мне сам жили стилист. Да. Ну вот это как бы видно. Но мне нравится, что он опять стал сексуальный. Мне тоже нравится, что Вика стала сексуальной. Теперь я скажу. Я согласен с Гошей, что этот микрокорсетик, странная бра, вообще не подходит к этому костюму. Потому что костюм очень самодостаточный. И внутри мог бы быть, ну пусть такой же открытый топ, но, например, просто чёрная полоска. Можно было надеть на голое тело. Костюм очень, очень самодостаточный. Я бы волосы убрал. Прям такой высокий зализанный хвост. Было бы очень круто. Может быть, даже с дополнительными трессами, чтобы хвост был ещё масштабнее, ещё длиннее. Было бы круто. Просто мне кажется, что костюм очень модный, а стилизован он не модный. Просто сам себе стилист. Да мне жалко, на самом деле, что Вика, да, мне не набрала. И сказал, Саша, взяла костюм чёрный в стразах. Как его стилизовать? Я бы сказал, Вика, надень простую чёрную полоску или надень на голое тело и сделай высокий тугой хвост. Всё. Тогда было бы безупречно. Я рад, что Вика у нас не платье выбрала, а взяла брючный костюм. Что очень нестандартно для ковровой дорожки. Выглядит это симпатично. А давайте ещё господина Буниятова обсудим. Ну, я считаю, что он вообще оборзел. И пиджак маловат, потому что когда пиджак застёгивать надо пуговицу, здесь не должно появляться вот таких закладок. Сразу видно, что он мал и еле-еле нутянулся. Рубашка торчит с под пятницы недели, слишком сильно раскрыт ворот. И брюки какие-то дурацкие, слишком обтягивающие. Что это? Не знаю. Не знаю. Бобила. Подарок для обидов. Возможно, это ещё... Чёрный грамм. Пулачки в моём звезда, в куху приложу свиньи. Давайте пойдём дальше. And the next one is Natan. Хорошо, что PeopleTalk подписали, кто это. Я, меня всё устраивает. Мне тоже нравится. Меня тоже всё устраивает. Меня всё устраивает, всё равно с трёжки. Мне кажется, что у него реденькие волосики, и мы зачем-то оставляем вот этот вот чуб, который надо просто состричь, и будет круто. Natan, обрати внимание вот на этот аутфит сегодня. Вот так, подожди. Такое ощущение, что это не очень дорогие бренды, но при этом они выглядят дорого. Единственный минус, что у него в карманах что-то лежит. И у него там реально... Куша, ты можешь не выговаривать все претензии, что у него тоже что сказать? Это мой канал. Понял? Рад, что очки не на голове, а всё-таки в руках, и возможно потом... Сёмочки вообще. Неправильно, так нельзя приходить на премию. На премию нужно готовиться, приходить в отглажные одежды, ехать стоя в автобусе. Не всё равно. То есть ты должен... А я как это сказал? Нет, нет, не спрошусь. Как я бы сказал? Если бы у этого образа был лоск, было бы всё идеально. Давайте резюмируем. Образ прикольный, поменять стрижку. Убрать из карманов все объекты и все элементы, которые там находятся, потому что они там находиться не должны. Но в целом классный, ироничный, прикольный, монохромный образ. А кто это? Мария Погребняк. Это кто это? Это жена Погребняка-футболиста. И вообще она человечек добрый. Издалека, вот так если с моим зрением, то это не Ханна. Это Ханна, Света Лобода. Это много. Это Эрика из Виагры. Все делают какое-то усреднённое лицо, вот этот подбородок одинаковый, большие губы, примерно одинаковый макияж, скулы. И правда все очень похожи. Мне нравится. У нее красивые ноги, у нее красивые руки. Мне нравится, что она игру показала, при этом вверх закрыла. Мне задник не нравится, вот этот дебильный РУТВ. Ребята, поменяйте задник какой-то другой. Ну даже, ну не поменяйте логотип, но сделайте какой-то другой задник. Всем и так понятно по ссылке, что это принято РУТВ. Потому что если в журнале эти картинки окажутся, задник все равно отрежут. Мне кажется, что он очень перетягивает дьявол, на себя. И он очень не пересвечен этими отвратительными подсвеченными. Но это проблема всех наших. Задник, задник, задник. Да. Ну просто она реально классно выглядит. Да, она с этим дешевым задникам выглядит. Александра, мне нравится Александрова. Мне нравится, что она простая, она подходит по цвету под платье. И меня... Мне нравится, она такая летняя, снежная королева. Хотя она Терешина. Мария Туанетта. А, ну какой-то... Вы знаете, я вспоминаю Таню Терешину, когда она ушла из группы Hi-Fi. И начала петь песни сама. Это была песня «Многоточи» или «Точки над И». И был очень прикольный клип. Она очень круто там выглядела. Потом у него был прикольный дуэт с Жанной Фриске. Помните? Да. Он был классный стилизон. Кстати, меня когда-то звали его стилизовать. Я отказался, не смог по времени. Стилизовал его Машу Федорова. Теперь ныне главный редактор российского ВОК. И вот Тане нужно на сейчас, как мне кажется, попробовать вернуться туда. И делать что-то крутое. Потому что это все несовременно. Это не актуально. Это не интересно. Это супер банально. И даже если Таня после этого видео, если она его увидит, напишет у меня, что я адский мудак опять у себя в Твиттере, Тань, пиши. Но это правда очень плохо. В Твиттере. Все выглядит так, как будто бы она до сих пор в Твиттере. До сих пор ЖЖ. Такое сильное, что у меня еще Блэкберри в телефоне. Кстати, Блэкберри возвращаются. Понимаешь? Да, где Твиттере? А спонсору это Лука Матерола. Ну, в общем, правда, это очень плохо. Хотя Таня очень фактурная девушка, красивая. Она очень красивая. Вот именно. Ну, тебе просто некому подсказать. Ну, вот, может быть, мы подскажем. Таня, ну, правда, позвони. Напиши. Ой, да все вы такие. А потом звони. Да ладно, я не беру. Нет. Я не могу. Извините, пожалуйста. Не могли бы Вы предложить Татьяне каким-то легким образом сделать этот образ более выигрышным? Несмотря на то, что сейчас в годе стиль Мария Антуанетты, это один из трендов весна-лето этого года, платье это крайне неудачно, потому что выглядит так, как будто бы Таня его купила в магазине для свадеб, в платье для невесты, в магазине кенгуру, возможно, и попыталась влезть туда, сэрель для кенгуру. Неодумывайте, что все подобно. Серьги, колье, браслет. И шапка про браслет. Нет иронии в этом. Какой-то иронии, когда шапка взлетает. На второй руке тоже наверняка что-то есть? Ну, конечно, на второй руке тоже есть. У нее замыкается круг, у нее золото вокруг, а внутри она сделала... Бирюзовый шап. Ой, кто это? А, это Две Маши. Девушка, которая ниже ростом, это Маша, которая была с Панайотовым, они вместе участвовали, в народном артисте. И теперь у Маши есть подруга Маша, группа называется Две Маши, они сами себе пишут музыку и снимают клип. Мне нравится Маша в сером. Мне хочется утонуть в ее глазах. Они пытаются стать одинаковыми, у них одинаковые бритвистки, у них одинаковые волосы. Не могу. Я считаю, что обувь нужно поменять немедленно. На что? На красивую обувь. На каблуки. Ну, конечно же. Я что считаю? В целом это неплохо, если бы девочки пошли гулять. Девчонки, вы пришли на премиум РУТВ, вас позвали, наконец, вас одобрили, вас приняли. Вы нарядитесь как-то поинтереснее. Это может быть тоже история с брючными костюмами, но процитируйте там Марлен Дитрих, наденьте смокинги с какими-то там широкими брюками. Они как-то выглядели прикольно. Я их видел на какой-то премии. Извините, я вас перебил, Александр. Как красиво. Зато у них, видите, на каждую по четыре подворота. Вот, я хотел акцентировать на этом. Кстати, и рукава, и брючки. Блин, Иванов такой крутой. Ты молодец. Ты молодец. И вы вообще не умеете Марии позировать, к сожалению. Вот. Я, как обычно, знаю весь страшняк. Вот в целом, как вам образы? Да никак. Ну, это не премия. Так нельзя приходить на премию. Это не правильно. Это не уважительно к организаторам и вообще к русскому шоу-бизнесу. И вообще, в принципе, к любому шоу-бизнесу. Ну, они же типа на Рослабоне. То нехако-тинь. То нехако-тиньки. Это премия. Пре-ми-я. Дресс-код какой? На Рослабоне? Привет. Мы премия РУТВ. И мы на Рослабоне. Хаштег на Рослабоне. На Рослабоне. Хаштег на Рослабоне. Куртка эта, конечно, белая, просто прикол. Эта куртка могла бы подойти в гардеробе Терешиной. Это из того же периода. Вот, кстати, если бы Тереша пришла в образе слева. Или справа тоже, может быть. Да, может быть, я бы сделал бы забаву. Если бы Две Маши так пришли. Ничего, может быть. Как группа называется? Две Маши или группа двое? Ребят, вам надо в четвером прийти. Четвера. И пришел Сергей. Сергей. Другой еще раз. Гоша, смотри, ты стилист. К тебе пришел Лазарев. Сказал, привет, Гоша. Два. Но низ же нормально? Да нет. Да нет. Коленки от тебя не ходят уже три недели. Нет, на премию я бы по-любому выбрал костюмы просто в Рослабоне. Я бы взял костюмы двубордные, например, с футбол. Ну, как ты наряжаешься в костюм? Какие-то такие прикольные штучки. Потому что мне кажется, что они могут носить что-то яркое. Но при этом на премию. Надо угорать. Ну, не знаю, я бы вниз оставил просто вверх нужный мне. Другие футболки, другие... Мне хочется ремонтировать кальяну отсюда. Слушай, почему там хребешь? Ты чего зеваешь, как сидишь, Кирилл? Ты хребешь. Скучно? Тебе не нравится? Закончится. Ну, в принципе. Ну, двигаемся дальше. Кто это? А, это группа моей Миши. Я не знаю, что они поют. А, я знаю, что это. Здрасте, я Настя. Она перепела песню витлицкой. Дуру поет. Я твоя дура. Вот это. Мне нравится... Это Vivo Vox? Мне нравится платье, но мне кажется... Это только выгодно. Да, значит, Vivo Vox. Здесь и там. Мне нравится платье, но мне кажется, лишний молодой человек. Мне кажется, что они выглядят прикольно. Нахрена, Надежда, телефон в руке. Так она потом селфи сделала. А-а-а. Может, ты придираешься, она еще трансляцию ведет. Русский шоу-бизнес должен прекратить их себя вести. Мне, в принципе, нравится. Только мне нравится, что молодой человек похож на Макса Барских, и я бы его с ним перепутал. Можно было бы как-то по-другому одеться. Мне нравится, что у них такой небольшой дабл-дрейсинг, потому что рисунки повторяются на футболке у парня и на платье у солистки. Но в этом что-то есть. А ты можешь как бы поднять свою популярность благодаря... Конечно, уведом. Да, а тут как бы я тебя увидел и пошел дальше смотреть на Марию Погребняк. Извините, конечно, я не предлагаю носить здесь блестки, но мне кажется, надо самому выражаться. Понятно, что над звездами западными работают команды большие. Достаточно часто ошибаются. И Кристина Гелера иногда выглядит как полная идиотка. Но все равно там это настоящая бизнес-история. Звезды их представителей связываются с большими модными домами, предоставляют одежду. Наши выглядят так, потому что большинство экономит на том, как они будут выглядеть, не понимая, что это неправильно. Иногда можно потратить, правда, не совсем много денег, но при этом выглядеть круто. Найти прикольного стилиста, у которого есть, прости, господи, гарантийки от известных журналов. Они тебе сходят в шоу-рум и возьмут какое-то там платье крутое. И ты в этом выйдешь. Есть русские дизайнеры, которые делают классные шмотки и которые могут с вами сотрудничать. Но никто этого не делает. В итоге люди приходят в таких распашонках и просто с миренькими, пушистыми волосиками. Откуда ты знаешь, чтобы ты распашол? Почему у нас видео про историю русского шоу-бизнеса? А я не знаю, кто это. А кто это? Это певица Зара. Нет, это Наталья Цубарева. Ты с дома зашел? Зара тут такой дает тебе шим. Зара вообще... Мне так веселит вот это промежуток. Давай приблизим. Ух, слишком. Зато у нее нет ничего, видите, не в руках, Наталья Цубарева, наверное, подожжала сумочку. Осторожно, горячо. Да, или так действительно сумочка. А это же часы у меня? Ну, типа, чтобы не опоздать. Да, но время проверяют. Давайте объясним нашим подписчикам, зрителям и тем, кто к нам только подпишется, почему вот та девушка в стразе в коротком платье это хорошо, а эта девушка в прозрачном платье в камнях это плохо и нам не нравится. Неактуальная абсолютно прическа, очень старательно. И длина платья, что с ним? Талия должна быть вот тут, где исходятся камни. Это должно быть. Да, это должно быть выше. Платье слишком длинное. Девочки, когда вы надеваете такое изысканное и богато декорированное платье, не делайте такую богатую прическу. Здесь должны быть какие-то небрежные локоны, может быть такой расслабленный хвост. Пучок, дурак. Зато дурочки, вероятность. Silence! Bring back my girls! Когда премия музыкальная, нужно не выглядеть по-вечерному, нужно выглядеть по-коктейльному. Фонки-монки. Да, да, да. Должна быть какая-то... Когда премия музыкальная, нужно звать музыкантов, а не врачи из-за ушей. Да, поэтому давайте дальше пойдем. Хочется увидеть хоть одну звезду, известную. Ирина, Инна, Инна, Инна Маликова во мешке! Белом! Позвольте слово какое-нибудь. Это Терехов! Мне нравится мейк. Это Инна Маликова с этой прической 20 лет уже, или я не знаю, сколько выходит в свет. Но можно же поэкспериментировать, правда. Я вообще не знаю, кто это. Что у нее? Это дочь? Нет, она поет в группе Самоцветы в Нобаль. Их четверо, два пальчика, и девочка. Ты что? Это дочь Маликова. А сестра может быть? Ну, жену зовут Сестра? Нет, это дочь Маликова. Дочь? Мне она нравится, она очень милая девочка, правда. И по ней видно, что она такая прям отличница. Причёсочка с ровным пробором. Ровный пробор не носите сейчас. Когда пробор как будто бы случайный. Макияж в целом мне нравится, но он тоже такой стандартный для Инны Маликова. Она практически постоянно с таким. Чего вы ржете? Ну, я вот его прямо... Покажи, дай посмотрю. У тебя видно, что он сделан не расчёсочкой. Утюжки-то все вытянуты. Платье велико на два размера. Вниз, ну, подолжит длиннее на 15 сантиметров, чем надо. И опять мы не умеем позировать. Почему? Ну, потому что она ушла. Вот так, смотри, уехала немножко платье. Она немножко как будто опёрлась. Там сидит на бардон стволе. И мне кажется, что ты очень взрослая. Она молодая девчонка. Ну, она выглядит... Вот мы сейчас с вами гадали. Она жена Маликова или дочь его? Ну, о чём ты говоришь? Я не хотел вас обидеть ни в коем случае. Инна, вы супер, правда. Вы очень симпатичны. О, просто Зара. Зара здесь в каком-то невозможном кутюре. Это Зухар Мурад. Зухар Мурад, вполне возможно. И вы знаете, мне... Мне кажется, Зара хорошая. Но она любит кутюр, это, конечно... И она может, тебе его позволить. Это же прекрасно. Она молодец. На ней Элиса Абна, Ньюскор де ла Ренте. И она вся вот такая кайфующая девушка. От того, что у нее наконец появилась возможность покупать все это. Выкажите, Ксана. Я рад, что у нее волосы в таком состоянии. В смысле, что они просто волосы. Они просто нормальные, симпатичные, блестящие волосы, без кудривые. Мне кажется, они вот здесь лучше. Лучше бы они были так. Что ты хотел сказать? У меня здесь вот, скорее всего, это очень часто. Девчонки такие, что они дают. В любом случае, это все достойно выглядит. Что ты хотела сказать? Сумку я бы убрал и снял бы снизу. Фотографы, вы заколебались, снимать сверху. Зачем вы такой относитесь к человеку? Это очень красиво. Подождите, это очень красиво. Это правда классно. Мне нравится Зара. Чистенькая, аккуратненькая. Вот от нее прям свежестью какой-то прям пахнет. Правда? И она всегда такая. Да, и она прям с иголочки. Но это не красная дорожка РУ-ТВ. Нет, потому что у Зара всегда дорожка. У нее такой всегда высокий уровень, чтобы нарядиться. Но смотри. Но можно использовать книгу. Дайте быстрее. Подождите, рекламная пауза новая. В этой книге гид по стилю, которую я всем рекомендую приобрести. Заре, она, кстати, не нужна. У нее все в порядке. Есть прекрасная рубрика. Называется «Уместность». И когда Зара или ее стилист готовится к красной ковровой дорожке, нужно проанализировать, что это за ковровая дорожка. Какого она уровня. Что там будет происходить. Какого она цвета. Здесь цветом угадали все хорошо. Платье на красной коврошке. Коврошке. Платье на красной коврошке. Хорошо. Но нужно понять, что это РУ-ТВ все-таки. Что многие придут реально в растянутых джинсах и будут выглядеть как дерьмо. Нет, зато на их фоне Зара будет вообще богат. Здесь могло быть что-то другое, при этом тоже безумно крутое. Зара будет прямо с фу. Какую песню Заре вы знаете? Я никакую. Следующий. Давайте. Блин, наконец-таки кто это под цвет дорожки. Я в полном восторге. Да, мне очень нравится. Вот это красная ковровая дорожка музыкальной премии. Жалко. Это цейк-параб? Ну, потому что это... Ну, ты звезда. Обрати на себя внимание. Можно заказывать всегда. Он придет на программу «Оздоровье». Он так же оденется. Примерно, он так же оденется. Внимание. Это первая звезда на сегодня. Не будем брать девочек в стеклярусе. Не брать. Потому что... Которая запарилась и пришла, зная, как она будет выглядеть на дорожке. Ладно, я согласен. На самом деле, я знаком с Сергеем Зверевым лично. И знаю, что он с абсолютной иронией подходит к себе. Несмотря на то, что выглядит все это визуально максимально серьезно. И он застрял в этой теме фрик-парада. Но он здесь современный Остин Пауэр, с этим жабо, в этом костюме. Единственное, что нижнюю пуговицу надо расстегнуть было бы. Это немножко не совсем корректно. Он в этой короне. Он доигрывает эту тему короля эстрады. Так вот, поэтому почему подготовлен? Потому что больше занятости нечем. Да, это его. Только темы занимаются и готовятся от одного мероприятия к другому. Это жутко. Не повторяйте это. Но это Сергей Зверев. Это абсолютно узнаваемо. Это его стиль. Это его волна. Это как Анастасия Волочкова в микротропчиках, правда. Но это абсолютное продолжение его истории. И он делает это абсолютно осознанно, насколько я понимаю. И пусть сделает. Никуда нам вот этого не деться. Голосуем. Голосуем. Да! За стабильность. За стабильность. Ой! Вот это туфли. У меня вопрос. Когда Дмитрий Колдун перестанет красить волосы в этот черный цвет? Я думал, это натуральный. Гоша, я тебя умоляю. Ты видишь его брови, еле торчащие из подчелки, и бороду? Он дабы рыжеватый. Он гораздо симпатичнее с натуральной боли. Он наверняка рыжеватый или русый. Или русый, да. И ему красить волосы, что Колдун, это такое мистическое что-то. Я уверен в этом на 100%. Пожалуйста, постригитесь коротко. Уберите эту жуткую густую челку. Или просто отрастите волосы и перестаньте краситься в этот жуткий чудовищный цвет. Это все остальное? Ну нормально, просто костюм. И опять-таки важный момент для меня, как для стилиста. Когда вы надеваете смокинг рубашку и галстук открывающий зону пуговиц, пуговицы должны быть закрытыми, они должны быть скрытыми. В планочку пуговицы не должно быть видно. Это наверняка пластмассовый дешевый пуговицы. Рубашка на обоих глазах. А вот это у вас не смесят, что здесь как бы вот это что? Напуск. Давайте перезапишем это все. Это мистика. Голосы черные. Чу-чу-чу. Мистика. Это... Труска-чу. Сюда можно примонтировать телешин. Диана Арбенина. Это ужасные леггинсы, которые не дотянули до талии. И вот здесь чудовище... А их, видимо, поэтому и не стали натягивать, потому что лапка получилась. И вот здесь чудовищное вот это вот наслоение, торчит пузико. Это не круто. Но мне нравится вот эта верхняя деталь. Я бы сюда предложил, знаете, что брюки на высокой посадке с защипчиками, чтобы на бедрах объем появился. Бедра очень узкие. И обувь мне нравится. И обувь мне нравится. То есть в целом концепция неплохая. Но надо заменить брюки. Я бы убрал это жуткое украшение с руки вот здесь, с перчатки, потому что перчаток достаточно. И Диана, на самом деле, интересная дама. Я считаю, что это жест, это нужно выкинуть с собой. Нет, это сам собачь. Мы пытаемся исправить. Я бы оставил, это сапоги, какие сапоги на их дороже. Какие сапоги на их дороже. Но она же рукопольная. Рубнролл. Я бы предложил вообще эстетику Энди Мельмейстер. Какую-нибудь шелковую юбку в пол со шлейфом. Причем ее сшить можно за три копееки. Ты черную просто тряпку. Можно быть рокером, вот он. Можно быть кем угодно. Ну, то есть, ну, это же жесть. Такая яркая внешность, она не требует таких тяжелых вещей. Ну, то есть, можно было как-то... Если бы она была в чем-то очень геометричном и чистом, я бы реально проперся. Ты высок, рокерш. Ну, в смысле, короче, да? Музыка вроде бы классная, но... Это Каша Малоша. Это костюмированная вечеринка, это женщина-кошка. Садомоза. Ну, то есть, здесь не хватает ушей. О-о-о-о! Сати Казанова. Вы не видите Кирилла. Он зевает уже 20-ую минуту нашего обсуждения. Выход там. Нет, не уходи, мы будем проснять. Так, Сати Казанова в чудовищном платье, которое сшито, видимо, на заказ у какого-то русского дизайнера. Самопал чудовищный. Отвратительный какой-то шлейф сбоку, торчит техническая лямка. Отвратительно сделано лифт, такое ощущение, что это бюст, купленный в магазине нижнего белья и просто обтянутый сверху тканью. Зато на оба и вот такие вот... Блин, ну тоже нацепляли перья за 20 рублей из магазина ткани. Откуда ты знаешь? Ну, вполне возможно. В общем, мне не нравится вообще. Платье недоработанное. Не хватает деталей, не хватает аксессуаров. И видно, что его реально шили. Отвратительный выбор текстуры ткани. Не выбирайте, пожалуйста, шелк, атлас вот такой блестящий, потому что отражается вспышка, все фотографы снимают со вспышкой. Видно то, чего мы не должны были видеть. Животик появился, много складок на платье. Видно, что оно дешевое и плохое. Голосуем. Зато такого ни у кого нет. Ой, Сагдиана. Вы знаете, для меня раньше Зара и Сагдиана были одним человеком. В итоге, возможно, это разные певицы. Да, конечно. Да, на Сагдиане. Ну, они обе из фабрики звезд. Зара и Сагдиана. Правда, очень похожи. Саддиан. В принципе, только что узнав, что Сагдиана. Это вообще человек какой-то. Так, давайте про платье. У меня все нравится. Мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Это платье. Мне нравится легкая прическа, пучок, который как будто бы она собрала в машине. Она такая милая, забавная. И мне не нравятся только вот эти складочки. Ты видел, как на Мэргала за звездами идут их помощники, раскладывают по дому. У наших нет помощников, поэтому разложить платье красиво было нехому. А фотограф, который я фотографировал, мог бы сказать. Разложите платье красивое. Платье разложить там. Сагдиан, мне нравится сочетание цветов. Очень красиво. Мне тоже нравится. Это Анжелика и Александр Рева. Знаете, мне нравится Рева. Мне нравится, что он похудел, отрезал свои эти сопливые волосята. Выглядит прикольно. Ты ушла, и не надо наде сменяться. И она, кстати, в платье, которое либо... Я шел. Подожди, нет. Это платье либо сделано, похоже на платье Сен-Лоран, золотой из банд. Мне платье устраивает. Либо это платье Сен-Лоран, но тут оторвался банд я. То есть вас устраивает у Армениной загогулька, мне не устраивает. Там что-то точно есть. Это анжелика и король. Хочется собрать волосы, вот эти впереди длинную челку, удлиненные пряди оставить и сделать такое небрежное, небладкое хвост. Девочки, не комплексуйте. Вот на здесь никто, кроме вас, не смотрит. Не надо их прятать. И если вышли на дорожку, сделали вот так, все красиво растянулось. Вас красиво сфотографировали, а потом танцуют. Но тут, когда платье бюстье или открытое, плечо сильно. Они из-за этого не очень комплексируют. Ну потому что мы живем в эру фотошопа. Всем это фотошоп, но на фотографиях этого нет. Вы красивые. Девочки, вы красивые, не комплексуйте из-за подмышечек. И волосы не обязательно на подмышечки класть. Сделали красивый убранный хвост, волосы перекинули на одну сторону. Знаешь, какое было бы видео классное? Как позировать? Давай сделаем. Девочки, если вы хотите отдельный влог про позирование, мы сделаем это непременно. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях, если вы захотите. Мы сделаем отдельную подборку про фото позирование. Как позировать на дорожке, как позировать на вечеринке, как изобразить веселье, даже если на вечеринке очень скучно. Мы это делаем постоянно, да? Например, сейчас. Какой-то фотограф Абдула, например. Давайте веселитесь. Все очень-очень аккуратно. Гош, как ты думаешь? Но мне хочется, когда... Мне хочется детали, как-то, и поддираться, можно дальше. Ну а что? Вот что? Мне кажется, что лаковые туфли слишком парадные для этого... для сочетания, во-первых, а для этой премии. А мне кажется, знаешь, что это Рева и что это... Как у него... Пирожков. Ну вот для Артура Пирожкова лаковые ботинки, это окей. Нет, но зато и будет сидеть Зара, Сагдиана, Рева сидят за одним столом. И еще Маша Погребняк. И Маша Погребняк туда же к ним. Ребята, у вас будет самый или вы, самый активист. Группа Айоба сошла с ума. Зачем? Кстати, на Кате шляпа наша. На Кате нашего друга костюм. Но я могу вам сказать, что Катя очень такая девушка. Какая? С характера, да. Ну просто знаю предыдущего стилиста, она как бы... Это ее идея. Ну то есть ей привозят... Все проблемы нашего шоу-бизнеса, что они сами себе все выбирают. Нанимают стилиста, стилист привозит шмотки, а в итоге стилисту не доверяют и делают так, как сами захотели. Забывают о том, как это будет выглядеть в кадре, что одно дело, что ты видишь в зеркале, а другое дело, что увидят зрители, люди, как это будет работать и как это будет двигаться. Ну я согласен, это супер неудачный наряд. Шляпа! Шляпа, кстати, очень качественно сделана, супер классная, но вот не в этом окне. Спасибо большое нашему партнеру, который делает эти шляпы. Амор Фати. Шляпы супер. Спасибо большое. Они сделаны для показывающей зимы. Ну, в общем, мне нравится Айова, мне нравится, что они не бойцы экспериментов, что они дурачатся, они heaven fun, как говорится, и видно, что им здесь прикольно, и пусть Катя участвует, бог с ней, и не всегда принимают правильные решения, видно, что они поработали, они старались, но это не лучший выход, ребят. Надо уже быть стильными, и мне очень нравилось, когда она модненькая была, когда везде про красоту трек, она там была в Атмане, ей очень это идет. Да, да. Знаете, Заня? Ага, ну... Как она? Гвасстралия, ага? Гвасстралия, я не знаю. Подожди, я тебе сохранилась наверняка. Да, конечно. Сука! Гвасстралия. Гвасстралия. Да, и Дэнна Гвасстралия. Дэнна Гвасстралия, супер. Вот лучше Дэнна Гвасстралия бы носил. Ну, в общем, кстати, правда, прикольная идея. Обратите внимание на стилистику Баленсиаги и Ватман, для которых, собственно, Дэнна Гвасстралия. Гвасстралия, честно. Если кто не понимает, это шутка Дэнна Гвасстралия, мы знаем, как его зовут. Вот обратите внимание на них, тем более в Гвасстралии реально можно взять какие-то фишки и не обязательно покупать их в Ватман. Вот это многослойные странные эти платья, которые сзади разрезаны, впереди подол. Какая-то вот такая абсурдность. И ребятам пошло бы, и с ее вот этим компаньоном пошло бы это тоже. Они выглядели бы как такие странные бомжи. Да уже можно забыть про диско-племию, и называться диско-племия, не одеваясь как диско-племия. Вот и все. Просто мне всегда обидно, когда классная музыка, когда классные ребята. И вот не дожали. Ай, Митя, Митя, ну я тебя умоляю. Да ладно, Митя. Ну правда. Знаете, какой в конце мы должны сделать момент безогласный? Какой? Какие тренды до розовой дорожки. Потому что сто процентов, я уже вижу третью прическу. Электрическую. Блин, ну правда похож здесь на Майкла Джексона. Как будто мы еще и нос сделали. А он сделал нос? Да ну как будто бы. Митя, ну ты так стараешься, ну правда, ну уже не смешно. Блин, какая красивая нога. Ставлю тотчас. Просто если я выгляжусь, то нога какая бомба. Кстати, если бы эта девушка была популярной, она могла бы моим вам стать, как у Майкла Джексона. И тогда на ООО. Я с Катакой ездил. О, какая нога. Ноги очень красивые. Блин, ну вставки на платье. И видно, что там колготка, вот эта, вот эта же сетка. Да, сетка. Я нахожусь, что ты иногда чуть-чуть испугалась, да? Я чуть-чуть испугался, я парикмахер. О, парикмахеры испугались. Ребята знают, что они пойдут вместе, поэтому здесь под зелененькое подобрали зелененькое. Ну так скучно и так нарядно, и так вымочено. Вот мы вроде бы говорим, нарядитесь, нарядитесь, оденьтесь. Платье ты считаешь нарядное? Мне кажется, что это просто неудачная фотка. Нога One Love. Белла Паденкина. А вот эта нога как тебе? Дрочи не было. Дрочи не было, кстати. Мне кажется, что это нога Митя Погрена. Но пока это первый человек, который как бы... Отработал платье? Да, типа попытался. Мне не нравится, что платье сползло, видно имплант, видно грудь слишком сильное, платье сидит низко, как будто бы оно должно быть выше. И скорее всего это платье с подиума для моделей, оно изготавливалось до девочки выше. Потому что смотри, какой лифт, видишь, он достаточно длинный. И талия сползла, вот здесь-то складка видно. И скорее всего это подиумный образец, а Белла ниже, чем девочки-модели, которые в показе участвуют. А это проблема подиумных, опять-таки, вещей, которые пытаются надеть люди с стандартным ростом. И она думает, я сейчас надену вот эти вот страшные туфли на платформе, и все. И повыше. Вот, но мне нравится прическа. Я люблю эту прическу в стиле Версачи, когда вот здесь все мокрое и сзади по столу. Но здесь... Платье тоже в стиле Версачи. И платье в стиле Версачи. А вы Версачи? Но просто здесь... А вы реакции. Это Нотелло можно? Это Нотелло. Просто мне не нравится в этой прическе, что у нее здесь пережато, видишь, то есть у нее вот так, а потом прямо. А, видно, что здесь волосы закрепили. Чуть-чуть, вот. А так мне тоже нравится. Посмотрим, как будто бы... Нет, у нее уже тут утрано, а тут еще... Нет, у нее вот здесь. У нее вот здесь вот сюда, назад уходит. Ну, вот я понимаю. А у них делается просто вниз. И все, и они потом даже чуть-чуть распадают. Вот так, чтобы повыше быть, опять. Да, да, да. В общем, если я буду смотреть на этот образ со стороны и с расстояния 10 метров, то мне кажется, что это очень Версачи. Но, когда я уже смотрю близко, а дьявол кроется в деталях, и в этом случае все детали, к сожалению, мимо. Белла, ну ты дизайнера, попросили бы его в клатье, посадили. Опять-таки, если мировые звезды берут вещи в доме... Это сумка, стоп! Да, страза какой-то, страза какой-то, пайетка. Нет, какой-то там лаптоп лежит. Белла пришла с... Такая нефоткается на iPhone. Баба, да! Ты просто захочешь, чтобы сразу большое фото видно было? Нет, в общем, она же бизнес-буман, она не может пропустить письмо. А, она с бумагами? С туалетами. Ну, мне кажется, что Денис Клявер так серьезно к себе относится. Я, конечно, не тот человек, который должен был бы об этом говорить, потому что всем кажется, что я к себе тоже слишком серьезно отношусь. Но вот эти бровки вздернутые, и прическа, это волосок-волоску. Хорошо, хоть прическу отрезаны были, эти же длинные волосы, вытянутые утюгами. И опять вот это все, ну, так банально. И здесь, и здесь, я считаю, все-таки должны быть носки все-таки. Она же сам очимел от этого. Не могу от нее, когда-то трогать. Мужики, как только у вас застегнута нежная пуговица, нормальные женщины проходят мимо. Вот Ирина осталась, но как бы... И с чем дело? Ну, что она что? Молодец! Не за пуговицу любит. Короче, да. Синяя бордина с детьми и супругом. Вот, смотрите, как дочка выглядит на дичь. Кстати, прикольно, да? Дочка очень прикольная. Девочка супер смешная. Смотри, это просто копия. Единственный у меня вопрос. Зачем ребенка так накрасили? Почему у ребенка красная помада? Когда-то за подобную историю Кори Дройтфельд уволили из парижского ВОК. Потому что ребенок выглядит очень взрослым, слишком сексуально. И вот реально, если бы она здесь стояла одна, и фото увеличить, это взрослая женщина. Да, да, да. А она на каблуках, интересно? И она в серебряных каких-то ботиночках. В общем, это правда прикольно, но я считаю, что это переход. Меня очень смущает, что он так накрашивает. Я в шоке вообще от этой фотографии, в принципе. Ну, правда, но это взрослая женщина. 18 лет, я говорю, рождение. Давайте обсудим еще важный момент. Вот смотрите, женщина подготовилась к красноковровой дорожке. Сейчас я скажу. Ксения Бордиан надела платье в пол. Дочь нарядила. Мы как сделали? Почему их спутники выглядят так, как будто бы они с разбором. Потому что они пацаны с кинком. Да, да. Им не надо. Ну, никакой смокинг, это Трева. Я что тебе, Чиполина? Ну, а зачем они пошли туда? Она могла бы сделать... Вообще все фотографируются с семьей своей. Реально приходят, она берет с собой 20 человек. Она не выходит с нами на красную дорожку. Мне нравится, что у Бордианой такая волос. Наконец, Ксюшну спасибо, что тут волосы отстегнули. Вот я считаю, что лучшая стрижка, которая у Бордианой была, это вот эта. Удлиненная каре. И здесь правильный пробор, заведите, кривой, чуть-чуть такой, косенький немножко. Какой цвет. Да, ее фирменные глаза. Я в шоке от девочки. Я вот всего в шоке. А нога, я как сейчас увидел колено. Давайте твои перелюстим. Ты не знаешь, кто это? Ты Гоша? Я больше не понимаю. А, Гоша? Гоша, что ты читаешь? Ты знаешь, я читаю свою Библию. Это моя любимая книга, которую я знаю на зубок Александра Рогова. Гид по стилю я очень рекомендую. Она недорого стоит и максимально тебе поможет хорошо выглядеть. Могу я взять эту? А, кстати, возьми, я себе купил две в книжном магазине. Ты возьми и почитай обязательно. До свидания. А эту передать ей Таню Терешину. У меня большой вопрос. Что случилось с Юлианой? Она дива. Либо случилось что-то после того, как Юлианой Карауловой начала заниматься Яна Ульговская. И у них какое-то перепозиционирование бренда Юлиана Карауловой. Потому что для меня она такая девчонка из соседнего двора. И это было классно. Она такая классная, прикольная, симпатичная, забавная. Своя? Да, своя. И тут вдруг она стоит на красной ковровой дорожке, просто в платье с чужого плеча. В подмышках велико. Платье опустилось вниз. Талия непонятно где. Как будто там вот такой торс, две короткие ноги, причем слоновье, потому что там все в этой юбке. Даже если в платье в пол. Ну, это может быть платье в пол простого силуэта с красиво открытой ногой. Супер какое-то минималистичное. Но это, это просто катастрофа. Меня дико бесит укладка. С подночосиком, как будто я надели парик. Да, я абсолютно против перехода Юлианы в Диву, но это было в каком-то клипе. И эта стандартная история, такая же история произошла в какой-то момент с Полиной Гагариной. К сожалению, вот это коммерческий ход, и она будет Дивой теперь расключиться. Ну, просто это переходный период. В какой-то момент она берет Диву и будет ходить только в нем. Мне кажется, это плохо. Это тоже плохо, потому что она наконец-таки, я думал, блин, Бритни, наконец-таки есть какая-то версия русская Бритни. Все, hit me baby, hit me, а тут все, сразу же, я хочу корпоративы, и на голосе сидеть. Но мне нравится, что караула постриглась, мне не нравится эта укладка, и мы с Юлианой знакомы. Я давно ими на стрелке сидели, говорил, Юлиана, сделай себе вот такой карет. Все будет классно, это будет выглядеть прикольно. Юлиана Караула, это русская Тайлор Свирт, во всех смыслах, да. Сделайте это, и будет круто, красиво, современно, свежо и прикольно. И с юмором, потому что у Тайлор Свирт есть юмор, а здесь юмора нет. Юлиана, при этом мы тебя так любим. Да, лавки. Но не этот лоб. Вот оно, мы думали, где звезды, вот Филипп Бедросович. Давайте, жгите, ребята. Он, кстати, с Катей Гусевой, девушкой-диджеем. Но это можно разбирать миллион. Мне нравится. Давайте пишем самулет. Юлиана Куртка. Потому что ты хочешь такой же. А что это? Мне кажется, это Бальман. Это Филипп Лейн? Нет, Киркоров любит Тоталуки. И если он что-то надел, это будет Тоталук бренда. Потому что подвеска Бальман точно. Куртка по вышивке судя. Бальман. Телефон кавер, бутон Бальман просто не выпустил. Это Бальман и обувь с лифона точно Бальман. Кстати, вот что мне нравится Киркорове сейчас. Он подумал, что он берет на молодежную премию. Он должен нарядиться. И он нарядился за счет куртки и вот этого ожерелья. При этом он в спортивной обуви. На нем вот эта накладка его красивая, имитирующая объем волос. Неплохо исполнена. Имитирующая присутствия. Да. Мне нравится, что здесь не так много макияжа, или как мне он растушевался очками. И борода не так сильно прописована, как обычно. И, кстати, макияж вы можете растушевать очками. С деграде. Или Бедросович. Сам не знаю, там очень хорошо сейчас сноглировал и скорректировал свою фигуру. У него ножки иксом. И он очень часто надевает коленочками. И у него получается грузный верх и коленочки вот такие. Это идеальное решение. Да, и вот эта удлиненная рубашка действительно скорректировала вот этот нюанс небольшой, несмотря на то, что он в джинсах в обтяжку. И правильно сбалансирована фигура, потому что длинная рубашка удлинила торс. Я очень часто так делаю, потому что у меня тоже короткие торсы, а длинные ноги. И я специально даже сейчас всем покажу. Вот в такой длинной теляжке для того, чтобы вверх он длиннее. У тебя как у Арменины. Ну, он Элтон Джон. Он русский, Элтон Джон. Это просто перебарщивание. При этом это перебарщивание современное, потому что в отличие от Зверева, который шьет Костюму на заказ у какой-то своей там швидь соседки. Он может тебе позволить купить очень дорогую одежду, выгуливать эту дорогую одежду и все. Так, хочу посмотреть гардероб Киркоров. Филипп Бедросович, если вам кто-то передаст, что мы вас обсуждали. Давайте сделаем обзор. Давайте сделаем, пожалуйста, обзор вашего гардероба. А разбор почему хочет больше? В каком же роста, как вы? Вдруг ему что-то перепадет. И у нас одинаковый размер ноги. Нет, ну правда, мне не нравится стиль Филиппа, но в этом случае очень. Чтобы я изменил, я бы убрал это ожерелье Бальмана, оно все-таки фемининное немножко, какое-то очень женственное. Я просто у меня обувь. Нет, вот смотри, убери ожерелье, убери обувь и сделай сюда какую-то более простую. Голубой кирк, возможно, или белую. И все. Очень симпатично. А что за дама ты Джей? Это Катя Гусева. Вы знаете, Кать, вот в следующий раз не фотографируйся с Филипппом, вот это просто померкло на его фоне. Вот просто тебя не видно. Сфотографируйся с Натаном, сфотографируйся с ребятами. Одна. Сфотографируйся с ребятами из группы, которая продюсирует Сергей Лазарев. И все, и будешь суперзвездой звука. Подожди, а ты видишь, что это? Я не хочу это видеть. Давайте не будем приближать. Если бы я был моряком, я бы трубку курил. Это Мацело Гуччи. Что это за дешево? Я так не люблю вот эти штуки. Это как-то слепоны называют. Мне нравится Лазарев. Блин, ну серьезно, ты выглядишь как отличник. Ну прям так стараешься, и все так вот старательно. Слава богу, что он не в своей термированине с концертов срали. Хорошо, он не в красном боке. Да, да, да. С крестом. Правда. А потом, о, Рианна украла мою идею. Рианна? Да. Лучше Рианну украла у него слепоны. Рианна, кстати, бы их нормально застилизовала. Мне кажется, там и скотчем прямо отдала в голове для Мэтт Галла. А мне нравится, что он в бомбере, в черных брюках, в черной футболке. Блин, ну все равно, ну ты тут перелези на прическах. Сережа такой вот хорошим мальчик, отличник. Мне кажется, что когда ты Сергей Лазарев, ну реально можно круто выглядеть. Честно. Ну вот что бы ты ему предложил как стилик? А я бы предложил ему взять какой-нибудь Валентино костюмчик. Ему нужно что-то секси, а это какой-то задрепоныш. Дима Билана быть. Извините, конечно. Так он все делает, чтобы не быть Дима Билана. В чем прикол Билана? Мне не всегда нравится, как он выглядит. Он такой расхлябанный. Он хулиган. Хочется просто, да, ему типа расстегнутую рубашку белую под костюмом. Ну какой-то, хочется реально что-то. Я хочу, чтобы Лазарев не выглядел как отличник, который боится быть похожим на Диму Билану. Давно не конкуренты. И не в бомбере. Бомбер это школьник. Это дети твои могут носить. Зачем? Голосуем. Не, хватит нас торопить. Кирилл просто боится, что ему слишком много придется вырезать и слишком долго монтировать. О боже, Алексей Воробьев. Второй тренд помимо. Это черная рубашка. В каком году, блядь, мы последний раз носили черную рубашку? Он мачо. Какой? Он мачо, у него стайл такой. Кушно, неизвестно. Надоело. У меня еще один вопрос. А рубашка, пиджак это как? Восемь так? Ему не хватает иронии над самим собой. Несмотря на то, что он постоянно говорит о том, что он весь на иронии, это неправда. Это неправда. И мне лично это очень видно. Я бы наделал его джинсы Барри Марка, которые черные носки. Я растялся в черном футболке, даже оставил этот пиджак. Короче, возьмите, пожалуйста, Александра Иванова, естественно. Точный платочек адский просто. Ну, платочек нужно выбирать. Просто адский. Платочек, да. Давайте дальше. Ой, мамочка. Классная. 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 Я думал, это какая-то девочка 18. А кем гриф? У меня такое ощущение, что это Гуара Витясян. Да, это реально Гуара Витясян. И теперь она похожа на нее. В пиете лука. Мне абсолютно не смущает ее. А вы знаете, когда человек с ним бросает, что цветочек, он вот такой? То он вот такой. У меня, почему? У нее классная фигура. Мне нравится девочка в теле. Но мне не нравится. Очень банально. В пиете лук опять на подмышку. Это ткань дурацкая, это платье самопальное, это плач в цвет, это скукота неимоверная. Там у него нет кофе такого же цвета. Это могла бы быть Джей Лоноши. Так почему бы ей не стать? Зачем надевать это платье? Потому что, к сожалению, Жасмин не знает, кто такая Джей Лоноши. Жасмин. Не знаю, когда-то раз пела под фонограмму, помните, он говорит, мути, мути, мути. Она пела песню «Пусики-тос». Давайте пролистаем, это не смешно. Нет, при этом, в смысле, все это не смешно. Я считаю, что ты, когда ты кавказская девушка, у тебя такая роскошная фактура, и у тебя 100% там скрывается классная задница. Покажи ее, это же мощно. Может, у них какие-то запреты? Нет, у них какие-то запреты, он просто запрет на лицо. Давайте дальше. Пошла тяжелая артиллерия, Николай Басков похудел. И его телефон. А вы знаете, что Филипп Киркоров выступает в корсетах, и мне кажется, Николай сейчас в корсете. Рубав. Я мечтаю. Я мечтаю. Мечтаю. Конечно, я мечтаю. Мечтаю корсет. Я желаю Николаю Баскову, чтобы его фигура появилась в музее Мадам Тюссо, и он был бы счастлив. И чтобы его ремонт наконец-то закончился. Вот она! Деяна, прям, RuPaul Драг Рейс. Зачем наряжаться на красную дорожку в стилический костюм, в этом есть разница. В чем ты идешь по красной дорожке, и в чем ты выступаешь на сцене. У нас, кстати, так никогда не делали. Я не знаю, выступала Ольга Бузова в этом или нет, но этот костюм, неважно сейчас плохой он или хороший, это костюм для сцены. Я раздворачиваю от этой тряпки сзади и с оси. Это не костюм для красной дорожки. И у меня большой вопрос к Оле. Оль, ты зарабатываешь большие деньги, я сейчас не пытаюсь посчитать чужие деньги. Почему ты пошла к какому-то адскому дизайнеру, который тебе это сшил? Я ржу. Это реально выпускная работа студента какого-нибудь текстильного вуза. Зачем на красную кроуру дорожку выходить в говне? А говно это сто процентов, кто это делал? Я не знаю. Я могу вам сказать, что она пытается добиться. Понятное дело, но просто это круто, если бы она добивалась модными брендами. И все, приходила бы в пиджаке из париков в Мартин Монжер. Но как бы это было бы супер классно. Или сделанного, как Мартин Монжер. Нет вкуса, Гош, не капельники. Вот это фиолетовое с желтым. Вот это золото. Занавеска сзади, какая-то дешевая тряпка. Вот эти натянутые какие-то, не знаю, чулки. Здесь на лицо что? Она старается. Это очень видно. Оль, перестань стараться. Все же поняли, что ты крутая телка, что ты круто работаешь, что ты невероятный трудоголик. И она просто не спит и реально хочет добиться своей цели. И у нее все получается. Это слишком очевидная претензия на то, чтобы быть заметным. Очень плохо. И Бузова с ее фактурой, ее данными, ее работоспособностью могла бы выглядеть иначе. И стать реально крутой звездой, которую бы все уважали. В частности, люди модой занимающиеся. Оль, рассчитывай на тех, кто круче. Я хотел бы похвалить Ольгу за очень важный момент, что она со своими семьей не стала реально фотографироваться. Оль, спасибо. Спасибо, что ты оба в кадре. Вот прям придержи коней. Ну правда. Ну вот это очень сильно. Это очень масштабно. Слишком эффектно. Я обожаю Бинджинобай. Мне кажется, что она очень красивая женщина. Да, на ней комбинезон с пристегнутой какой-то юбляпой. Давайте так. Если бы это было made to major, и этот комбинезон сшили бы на нее, не было бы ненужной складки вот здесь под грудью. Не было бы лапки, прости господи. И брюки были бы правильной длины, возможно, шире. Не было бы этой дешевой ткани. А если бы ты будешь поднять что-то под это, чтобы поменять. Чуть-чуть, да. То было бы супер, потому что движение очень правильное. Простая прическа, а очень легкий, но при этом проработанный макияж. Я думаю, что ты будешь плохим копом, а ты просто всех, ты посмотри, там тряпка пришита с санкой. Я сказал с сану тряпку брать. Ты нужно оторвать. А ты просто говоришь, что она молодая. Я люблю Меландзе, просто он хороший человек. Мне тоже нравится. И мне вообще вся эта история, связанная с братьями Меландзе, очень инфонирует. И он расслабленный, и штаны замялись, рубашка с пуза торчит. Но при этом его любит. И очень антронично все, да. Серьезко? У меня вопрос. Почему Полина Гагарина здесь не в простом платье Александра Терехова в стразах? Потому что красная дорожка. Нет, потому что Полина начала терять инфоповоды. Она родила, женилась, в голосе посидела, песню выпустила. Надену платье с ремнем на руке. Надену платье под платье и на руку платье надену. Мне вообще не нравится. Это прям бескусица адская. Мне нравится, что Полина очень благодаря своему образу Дивы научилась позировать. Мне нравится на нее смотреть. Мне не хочется вообще смотреть на это. Одежда просто. Одежда сака. Мне кажется, что дизайнер тот же, что и Ольги Бузовой. Мне хочется убрать. Знаете, откуда дизайнер? Дизайнер хвостика от Бирмзулопада. Божь, ты очень крутые слова сказал, что реально она так круто позирует. Это лучшая поза из тех, что мы видели. Потом мы видели лучшую ногу и сейчас мы видим лучшую позу. По тому, как располагается лицо. Она понимала, что фотограф с дурацкой совершенно точки ее снимает. Она все очень правильно и гармонично сделала. И вот поза потрясающая. Платье отвратительное, чудовищное, жуткое. И ей вообще не идет. Вот вообще не про нее. Вот это вообще не платье Полины Гагариной. Вот Ольга Бузова в этом платье. Я почти уверен, что она прется до этого лука. Да? Ну, ради бога. Главное, чтобы ей было, как говорится, хорошо. Перелистываем. Что это такое? Знаете, давайте долго облегчать не будем. У меня жестко раздражает сочетание прически лица и этого платья. Ну, в общем, ребят, это вот вы видите. Наталья Подольская. И приснику. А что это такое-то платье? Если взять юбку Джинобаевой, Каф Гагары и это жерелье, то в принципе... Можно чуть-чуть. Да, и Бозово можно слепить. Второй выход. А мне нравится это платье. Мне нравятся волосы. А вот это что? А жерелье я в нем не уверен. Как-то очень высоко оно сидит и с платьем спорит. Возможно, без него смотрелось бы лучше. Но вполне вероятно, здесь думали о том, что нужно быть эффектнее чуть-чуть, что это платье простовато, хотя платье... Если бы этой штуки не было, и волосы она бы сделала вот так, она бы была Флоренсен за машиной. Но, к сожалению... И он такой рокер. Но, к сожалению, Наталья Подольская не Флоренсен де машин. Он анти там дэнджи такой. Кошка. А она такая, блин, я люблю себя. Мне кажется, это пока самое гармоничное. Да, очень классно. Я считаю, что это провал просто. Серьезно? Ну, это очень плохо. Причем, насколько Вера может выглядеть круто. Я не знаю, кто из ее стилистов одевался. Не Саша Беллоус работает и полезно ей, а Алиса Боха. Но это очень плохо. Это жуткий какой-то корсет, какие-то косички обмотанные. Она прет против системы. Я понимаю, что ей надоело быть вот этой девочкой ванилькой такой. Да, я сделал зачес, и мейкап очень мне нравится, и прическа мне нравится, и как раз-таки в этом случае чуть-чуть, может быть, мокрого эффекта добавить, чтобы волосы распадались иначе. Но этот комбинезон, но этот комбинезон. Почему так низкая писечка ушла? Я не понимаю, зачем сверху вот этот поезд для похудения. Я вообще не понимаю, что она на спорте, и все равно, а эта же активность. Не получится ни одно, ни второе. Лучше уже зеленая шляпа от Джанабайева, чем вот эта. Ну, правда, я понимаю Веру, возможно, правда устала, ей надоело в этом образе. Она хочет сломать стереотипы и пришла в комбинезоне в спортивном стиле. Но зрители хотят видеть другое, они хотят видеть Веру Брежневу. Это широкая плетеная шляпа с черными завязками, платье от Ульяны Сергеенко с опущенными рукавами, на корсете. Она такая вся, я вижу пароль, знаю ориентир. Санта-Марио-Герру пропустим. Пароль, кстати, симпатичный. Нет. Ну, потому что она квадратная. Так она и есть квадратная. Во что влезла, то и надела. Она плохо утянула, что это ремешочек. А я бы ремень снял, чтобы это была наоборот такая туча розовая. И макияж, ей глаза опять вниз опустились. Съехали у меня глазочки, да. Глазочки. Глазочки, а волосами не съехали. А кто такой Митя Русаков, мы не знаем, я думаю, что мы его пролистаем. Яжди. Нет, сейчас покажет. Это я даже не увидел. Я же не угадал, кто это. Я могу сказать. Она сделала нос. Мне нравится посыл верха. Вот это вот. Это бьюти. Я не понимаю, что тебе. Нет, важно, не каляй. Посыл верха. Это вот этих девочек. Каких девочек? Ну, вот этих двух. Каких девочек? Нет, у них посыл уже нет. Нет, девочек никакие. Вот шипит. Нет, девочек. Я считаю, что это ткань. А я считаю, что это для шляпа, которая пришита. Та же самая ткань, тот же самый дизайн, что в саде и Казановой. Вполне возможно. А, да, возможно. Она сексуальная и при этом скромная, видишь? А у нас проблема с посадкой и бюстов у всех. Здесь же как бы... У нее какая-то большая грудь какая-то еще. Ну, а при чем здесь это? У нее грудь вот здесь находится, как ты видишь. Нет, я вижу, что она вниз вниз едет, мне так кажется. А мне кажется, что она едет вот так тогда. Мне кажется, что это либо реально очень быстрый самошив, и делали все за день, и не посадили бюст. Перед сходом крутого. И, видимо, вещи искали в попыхах. Я думаю, что тебе, как стилист, известно, что такое иногда бывает. И нашли, к сожалению, не самый удачный вариант. Видимо, из того, что подошло, то и надели, во что залезли, то и представили. Юбка растянулась на бедрах, поэтому Аня, зная об этом, держит впереди руки, чтобы не было слишком много складок, она пытается их скрыть. Но это, правда, очень удачный вариант. Неужели у них правда нет денежек купить? Нет. Ты платьишка. Да, при этом можно же купить недорогое. Нравится посыл укладки. Мне не нравится, что она приятная. При варгоге много. Да, да, да. И если бы... Я бы, знаешь, вот здесь, не на теле, конечно, показывать, вот здесь сделала бы пообъемнее, чтобы еще больше было училось. А здесь нужно на меня наехать. Я могу сказать, что бы способствовал этот лук, если бы это ебка карандаша была. Ну, то есть, если бы это было вот так, она бы была такая, типа, я Мадонна, ну, чуть и дочь. Просто что это за миссия? Ну, юбка жуткая. Жубка, юбка, юбка. Буррии! Бурриито и ножки! Бурриито такое лицо, что буррито протухло, правда. Мне не нравится вообще. Мне не нравится вообще ничего. При этом у него такая музыка специфическая, тоже с этно. Почему тогда не одевается немного вот с этим... Буррито это что? Это блюдо такое. Хватит носить плохие косухи. Проверим, плохая, реально. Ну, она дорогая, но она плохая, покроет. Я не понимаю тебе, у кого он с пиджаками, наверное. Ты мне подарил клоги, помнишь? Я сказал, что подарить. Давайте не будем вспоминать. И это... Буррипилипу! Анни Лорак, мне нравится. Это бисвейндж. Это что, Валентина? Что у него какие-то лодочки там симпатичного цвета, у него будут халатские. Понимаешь, что она позирует, как будто она в руссконародном. Как всегда. Ня-ня-ня. 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 И было бы круто, если бы она выступала, а она в этом отработала на ковровой дорожке, а там в боди. А какая песня у нее есть последняя, какая-то хорошая? Ну, мне вот эта нравится, которая, наверное, когда цветы несет, очень красиво. Перводеяль? Да, мне нравится последняя, где ее много, прикольно. Ой, это красиво. Да, давай подойду снимал. Ты мое сердце, не камень. А пока это один из самых интересных фотографов, да? Да, мне нравится. Э-э-э-э. Какие фотографы у нас, друзья. Молодцы. Молодцы. А что с дровями? А что с коленом? Посмотри на колено. Подожди, что с дровями? Они красные, да? А, я знаю. Смотри, брови. И тут. И здесь деталька такого же цвета. Вот, вот и вот. То, что сделало было. А внизу нет ничего? Тут. Нет, это колено. А, и подклад еще. Внутри. Девушкин хватит. Ткань дорогая, это видно. Она с блеском. Но это блеск правильный. Ткань очень плотная. Это не вот эта тряпка какая-то с эластаном. А ткань все-таки форму держит. И лифт посажен, и талия на месте, и длина удобоваримая. То есть такой разный итог. Да, вполне возможно платье бренда Кэти. Кэти Ван. Давай ее дообсудим. Потом уже эти скороходы. Скрытники помесочим. Кэти наконец не с антенной на голове, не с этим матским начосом. Но мы не знаем, что он сзади. Мы знаем, что это клоуна, да. Но при этом выдержанно. То есть для тебя красная бровь это выдержанно. Это женственно и по-дурацки. Мне нравится тоже у нас здесь. Но я не скажу, что этот макияж красит. Очень сильный такой акцент на низ лица. И еще, конечно, фотограф тоже здесь виноват. Кто ты ржешь? Над ним? Скороходы? Нет. Мне нравится, что рядом человек, которому 147 лет. И он в скороходах. Нет. И что? Кстати, он не так ужасно и выглядит. Он шикарный. Он вообще не стареет. О, будь поменять. Прям клиент Диором. Да. Вот Диором Челси. Черный. Очень узкие брюки. Узкий пиджак. Вот такая белая, прям кипенно-белая рубашка полностью застегнутая. И вот сантиметр торчащих манжетов. Тик-так-так. Сердце бьется так-так. И не знаю, как мне. Не знаю одного трека вообще. Да ладно, не знаю. А студио супер. Мне нравится Кэти Тапури. Находка для студио. Эффектная, яркая, интересная. Не боится эксперимента. СБ. СБ. Как долго? Конечно, давайте. Ой, да кто это? А, Юля Ковальчуова. В тряпочках маленьких, в огрызках тканей. И Чумаков. Мать моя женщина. С какой-то барыдой. В огромной ше в каком-то. Но с другой стороны, я хочу похвалить, что хотя бы костюм у него оттюжен. И ботинки. Да, нормальные. Ботинки сексуальные. Важный вопрос. Ребята, вы шли вместе. Юль, ты в таком вечернем платье со стразами на брителе. И колонкой в руках. С колонкой в руках. Взяли музыку послушать. Вашу же. Вряд ли сыграют на этой премии. Вот при этом, смотрите, как забавно вместе выглядел Пресняков и Подольская. Несмотря на то, что образы были разные. Но в них было вот это какой-то боха. А здесь очень разные по сути наряды. Либо Алексей должен был выглядеть более строго. Тоже расслабленный, но строго. Не костюм этот мешковатый, а, например, более структурный. Либо Юля должна была быть не в таком платье, а в каком-то чуть-чуть более расслабленном. Юля сыграет в эту саруджескую платье. Да, Юля в саруджескую платье. Она все очень модная, а он занимается музыкой, мне кажется, или хочет? Ну, это супер неудачное. И ему не нравится. Мне не нравится вырез и то, что ножка у него короткая. И мне не нравится, что абсолютно нет талии. Мне не нравится эта массивная лямка. Не ее. Не ее. Но цвет благородний. Цвет красивый. Угу. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А что это, простите, за прямоугольник приехал? Може, тебе не стол. Где корсет? Это просто стол. Вот далее у Баского лучше чем Ивана. В Уже до семян. Это правда, кстати. Главный тренд – телефон в руке на красной коробой дрожке. Телефон – это… Вдруг СМС-ка придет с вас. Возьми телефон. Аня, берите, Аня. Это твой стилист звонит. В общем… Правда, это очень плохо. Эти серьги Грозди, ну забудьте о них уже. Вот эти жуткие весюны здесь. Ну, это очень плохо. А приурис просто. Да я боюсь. Берю. Нет! Это Мария Шурочкина. А кто это? Мне, на самом деле, замялось в пизде. Мне, знаете, что… Мне опять-таки нравится, но это в случае, как с двумя Машами. Это симпатичный наряд для прогулки. Шаблон на мысли. То есть, они считают, что они могут пойти не обязательно в платье. Не обязательно в… Да, но… Да, но они выглядят нарядно. Позово нарядно, и семеночное… Мы не знаем, есть приглашение Дресс-код? Не уверен. отметить в этой премии, что для меня раньше этого не было, практически все научились выбирать обувь. Она не претендует на роль Люги Бузовой, а на Семенович и других, поэтому она не такая нарядная. Давай посмотрим, кто такая Мария Шурочкина. Это же сестра с Нюшей. А, точно, она пловчиха. Ну, в общем, я бы хотел, чтобы было чуть понаряднее, мне нравится, что здесь не платье в пол со шлейфом, потому что это было бы странно, она не поп-дива, но чуть понаряднее. Важный момент, что у нас начали остановиться медийными спортсменами. Это хорошо, это хорошо. Да, потому что здесь делают из спортсменов от Гео, это круто, что мы популяризируем спарту. И если бы мы сейчас не обсуждали красную ковровую дорожку, это прикольный расслабленный тренч, это прикольные брюки, классный расслабленный топ и акцентная сискала. Если бы это прислала на презентацию какой-нибудь фильма, это было бы супер. Вот. Это правило уместности. Даже если вам не сказали, в чем прийти, подумайте, куда вы идете, во сколько это мероприятие, кого вы там встретите, пройдете вы через красную ковровую дорожку или нет, и вам легче будет гораздо принять решение, во что одеться. Нюша позвонил, говорит, сестричка, приезжай, посидим, выйдем. Вот Нюша! Приехали вместе, а вот вы знаете, если бы они стояли вместе, мне бы понравилось. Нюша супер, мне нравится платье в стиле 30-х, вот с этой бахромой, а мне нравится прическа, волосы перекинутся на одну сторону, ну 20-е, бог с ними. Нюша прям повзрослела в хорошем смысле слова, выглядит свежо, прикольно, мне нравится. Посыл хороший. Мне очень нравится. Довольная, радостная. Вот мне очень нравится. Прикольная, веселая, явно получала удовольствие от всего того, что происходит. Мне правда нравится, мне нравится видеть Нюшу. Ну типа она такая, да, как бы, юху, теперь твое вспоминание. А мне нравится, что это не сценический костюм, что это не дурацкий сценический костюм в стиле Нюши, в которых она раньше скакала, они вдохновлялись Бритни Спирс с началом нулевых, при этом это выглядело совершенно несовременно в контексте современной моды и современной сцены. Я считаю, что Макс Барских это Джаред Лето. И если бы так оделся Джаред Лето, все бы сказали yes. Я не люблю, когда есть лого, когда много текста, это всегда у меня парит очень сильно. Что читаем, мне кажется, что ты прямо в испарине сейчас. Что, я уже два часа в испарине, ты будешь смотреть. Макс крутофактурный, с ним можно делать все, что угодно, можно сделать лучше, просто ты знаешь, что можно сделать лучше. Я бы его сделал наряднее, а так я одел бы группу Сергея Вазарева. Да так не носят, дети так уже одевают. Так они дети. Нет, вот так уже все понимают. Ответ за шмот вот к таким подходит. Нет, вот смотрят Элджей и Федук на это и говорят, что это шляпа. Реально, чуваки, мы так одевались четыре года назад. О, последняя Над. Над, видимо, приехала последняя. Все фотографы уже ушли. Я думаю, что это редактор «Севской хроники» на PeopleTalk. Все уже ушли, свет уже не светит. Блин, все ушли. Подруга сфотографировала на телефон, позвонила Буниятову, попросила отправить в этой подборке на PeopleTalk эти фотки. Кто такая Над? Да не знает никто. Да на ней тесты делали просто. Или тесты это делали и потом зачем-то отправили. Кто-то думал, кто такая. Над это опечатка. Нет, это было написано «Нод». Типа не выкладывать. А редактор «Севской хроники» был с американским произношением. И сказал «Над». Над. Над. А эту фотку можно выдать? Над. В общем, над это ужасно. В общем, твоя фотка здесь не появлялась. Сейчас на мой канал. Давайте так. У Гоши есть канал. Как он называется? Гоша Карцев. Гоша Карцев. Подписывайтесь на Гошу. Он тоже выкладывает прикольный контакт. Очень редко. Парить вас не будет. Зато качественно. Зато качественно. В отличие от некоторых. Просто в отличие от Марианы Елисеевой. И мы не работаем. Давайте так. Если вам понравился обзор. Если вам было так же смешно, как нам. Вам было весело, интересно. Обязательно подписывайтесь. Подключайтесь и комментируйте. И вам интересно наше мнение по поводу того, как выглядят все. То пишите. И мы сделаем такой же обзор на премиум Муз ТВ. Там будет еще больший отрыв. Так что ждите еще один влог. Еще у меня есть идея. Если вы хотите, чтобы мы также в таком же веселом режиме пообсуждали то, как выглядите вы. Отправляйте ваши луки нам на почту. Мы самые интересные отберем. Обязательно обсудим. И дадим вам классные модные советы. И усовершенствуем ваш стиль. Итак, ask.rogov.sobakaman.ru Присылайте свои фото. С вопросами или просто фото ваших луков. Классных или не очень. И мы обязательно вас тоже обсудим. И помните о том, что нужно комментировать, подписываться, ставить лайки. И мы среди подписавшихся и прокомментировавших это видео разыграем мою книгу. Гид по стилю. Для того, чтобы вы были самыми крутыми. Ну, естественно, с автографом, с моей личной подписью. И даже если хотите, я какую-нибудь страничку подпрусь. Это моя книга. Это книга, это не твоя книга. Это наша книга. Терешина, это Терешина. Отправьте Терешину. Ну, мне было очень приятно с вами. Ничего, что полночка. В принципе. Мы тут 15 часов. Я передаю слово Иванова. Я не готов его принять. То есть, вот просто так трещать и всех обсирать, ты готов? А Терешина ты готов принять? Мне понравился Ани Ларак и мне понравилась вот та жена футболиста. Нюша была симпатичная. О, Нюша. Я выберу Федука. Да я тебя умоляю. Удержи мое сердце руками. Скажи мне, что ты любишь. Ну, ладно, правда, все, пока спасибо. Мне кажется, было круто, прикольно. И первый двин по члену Кома. Так что все, пойдем, он поболтает. Хаштаги всегда. Добрый вечер. Жоба вспотела так просто.